Хорошо, друзья, и мы пойдем с вами в слово. Я хочу сегодня поделиться очень важными мыслями. Мы будем с вами очень много смотреть с вами в слово Божье, потому что я верю в авторитет Божьего слова, я верю в его важность, и меня всегда просто до глубины души поражает. Знаете, я каждый раз, когда очередной какой-нибудь пост пишу в интернете, я каждый раз просто поражаюсь, знаете, некоторым ответом людей, типа из разряда, а ты вот ту книжку не читал, а ты вот того проповедника послушай, а ты там вот то и это и пятое и десятое думаешь, а ну Библию, можно Библию, пожалуйста, почему Библия-то, ну, а вот у тебя нет любви, что там это Библия, а вот у тебя там надо вот Иисуса знать и так далее. Я говорю, а как ты можешь Иисуса узнать без Иисуса? Потому что вот это, это слово, а слово это Иисус. И как ты в принципе можешь встретиться с Иисусом, если нету слова Божьего, если бы вот не было вот этого вот, мы бы никогда с вами с Иисусом бы и не встретились, поэтому Он для нас и дал вот это. Это инструкция, именно благодаря ней мы с вами здесь сегодня собрались, именно благодаря ней мы идем и проповедуем Евангелие, и кто-то сегодня знакомится с Иисусом Христом, кто-то получает исцеление и так далее. Потому что кто бы из нас поверил бы, если бы просто кто-то другой подошел, вот вам бы просто на улице подошел и говорит, слушай, ты представляешь, что в тебе есть сила, которая способна воскрешать мертвых, ты представляешь вообще? Кто бы в это вообще поверил? Кто бы вообще поверил, что ты можешь просто возлагать руки на людей, не массировать, не мазь втирать, просто возлагать руки на людей или просто слово сказать и, как вот Инга свидетельствовала, рак исцеляется. Кто бы вообще, это звучит невероятно безумно. И это мы все познаем посредством Его Слова, которое Он нам оставил. Аминь, друзья. Вы сегодня здесь? Доброе утро. Я думал, это мы в 3 часа ночи приехали. Или сегодня все в 3 часа ночи откуда-то приехали, да? Давайте откроем Слово Божье. Послание к официанам. Читаем с вами. Послание к официанам. Первая глава с первого стиха. Откройте, пожалуйста, ваши Библии в телефонах или где-нибудь. Послание к официанам. Первая глава с первого стиха. Здесь написано. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Позвольте задать вам вопрос. Апостол Павел знал ли лично, апостол Павел, каждого человека, каждого члена церкви, церкви в Эфесе? Очевидно, нет, правда? Потому что апостол Павел, есть такая некая историческая справка, что апостол Павел, он приходил в какой-то город, насаждал церковь, находился в этом городе примерно 2-3-4 месяца, после он уходил. И в некоторых церквях он был один раз, максимум два раза за всю свою жизнь. И очевидно, что церковь занималась проповедью Евангелия, они приводили новых людей, и Павел физически не мог знать каждого человека. Это физически было невозможно. Но при этом апостол Павел обращается ко всей церкви в Эфесе, потому что послания, которые писал апостол Павел, они не читались только пасторами, диаконами, они читались на всю церковь. И вот пастор обращается к церкви в Эфесе и говорит, святым и верным во Христе Иисусе. Вы представляете? Он их даже не знает. Откуда он знает, что они святые и верные во Христе Иисусе? А мы это знаем из другого местописания, где апостол Павел говорит, что сегодня мы уже никого не знаем по плоти, но знаем по духу. Что это значит на практике? Это значит, что мне не надо знать тебя, чтобы сказать, что если ты веришь в Иисуса Христа, если Иисус Христос является твоим Господом и Спасителем, мне не надо знать тебя по плоти, чтобы сказать, что ты святой и верный во Христе Иисусе. Почему? Потому что это то, кем тебя сделал Бог. Вы все здесь? Это то, кем тебя сделал Бог. Это не ты себя таковым сделал. И более того, в церкви наконец-то нужно уже согласиться со Словом Божьим, что ты не можешь себя таковым сделать. Что бы ты ни делал, как бы ты ни молился, постился, сколько бы ты ни жертвовал, сколько бы ты ни делал хороших дел, как бы ты ни пытался жить хорошую жизнь, ты не можешь себя сам таковым сделать. Это сделал для нас Господь. Наша задача быть благодарными Богу, согласиться с Его истиной и применять это в своей жизни. Это не должна быть просто теология, которая, знаете, или просто, знаете, как сегодня вот эти есть движения гиперблагодатчиков, которые такие, о, мы святые и праведные, а что ты грешишь? Да какая разница, Господь же все равно прощает. Нет. Я не буду работать на царство дьявола, называясь дитем Божьим. Человек, живущий во грехе, фактически работает и спонсирует царство дьявола. Если я сын Божий, зачем я буду это делать? Зачем я буду работать на разрушение вообще дел Божьих? Зачем я буду работать на разрушение своей собственной жизни грехов? Зачем я это буду делать? Я не буду этого делать, потому что я рожден свыше, и он назвал меня своим сыном. Аминь. Читаем дальше. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Давайте обратим внимание на некоторый момент. Написано. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший. Это какое время? Прошедшее. Он уже это сделал, правда? Благословивший. Это прошедшее время. Он благословил нас. Как он? Опять же, обратите внимание, благословил кого? Нас. Аминь? Это к вам написано или не к вам написано? Ну как, кому это написано, поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я понимал. Отлично. Вот, Иисус царь. Благословивший нас во Христе. Обратите внимание, апостол Павел всегда делает эту приписку. Ты не просто святой и праведный. Ты святой и праведный во Христе. Ты не можешь быть святым и праведным вне Христа. Только во Христе. И здесь, опять же, он говорит, благословивший нас во Христе. А ну-ка, кто здесь есть во Христе? Отлично, Иисус царь. Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением. Всяким это каким? Если вы откроете греческий текст, то значение слова «всякий» означает «любой» или «всё». То есть благословил нас любым или всем благословением. Что можно сказать, если мы говорим о том, что Бог благословил нас всем или любым благословением? Это также можно сказать, что нет такого благословения, которым бы Он нас не благословил. Аминь? Здесь об этом говорится или у вас как-то по-другому в Библии написано? Об этом написано. Очень многих людей смущает вот эта приписка в конце. В небесах. Ну, типа, когда на небеса пойдем, тогда вот все эти благословения-то и будут проявлены в нашей жизни. Друзья, но Писание говорит, мы... Не факт, что мы сегодня успеем это дочитать до этого момента, но, тем не менее, Писание говорит, что сегодня, сегодня, и вообще с момента нашего рождения свыше, мы посажены на небесах вместе с Ним. Аминь? Да, мы ходим физически все еще здесь, но фактически в духе Писание говорит, я понимаю, поверить в это сложно, но Писание говорит, и наша задача верить в то, что говорит Писание, что мы посажены там с Ним на небесах. И благословения, о которых здесь говорится, они не говорятся как о будущих временах. Это примерно как люди все еще некоторые ждут там излияния силы и так далее, они все ждут. Знаете, как я вот пост один последний написал, мне там люди говорят, ну написано же в последнее время. Да, только если вы почитаете любое послание там Иоанна и так далее, написано, дети мои, последнее время, они 2000 лет назад это написали. Да, мы все же с момента смерти и воскресения Иисуса Христа начались последние времена этой земли, да, уже 2000 лет они идут. Ну, у Бога немножко свои сроки, но, тем не менее, Писание об этом говорит. Мы не ждем какого-то времени, когда эти благословения будут излиты, потому что благословения нужны сейчас. Исцеления нужны сейчас, они на небесах не нужны. На небесах и так все здоровы, и там не надо никого исцелять. Благословения на проповедь Евангелия нужно здесь, на небесах не надо никому проповедовать, там все спасены уже. Они даны нам здесь, чтобы мы пользовались этим здесь. Поверь в Иисуса Христа. Аминь? Аминь. Читаем дальше. Так как Он избрал нас, так как Он, Иисус Христос, избрал, это какое время? Прошедшее. Он избрал, это уже произошло. Он не избирает нас сейчас. Вот смотрит, знаете, на резюме, на какие-то твои действия и думает, избрать тебя или нет. Нет, если ты во Христе, написано, Он избрал кого? Нас избрал. Аминь. Вот, Лариса, правильно. Меня избрал. Аминь. Избрал нас в Нем прежде создания мира. Прежде чем даже мир был создан, прежде чем был создан человек, Бог позаботился о тебе. Как можно, в принципе, думать, что Богу до тебя нет дела? Он позаботился о тебе еще до того, как ты был в планах у родителей, до того, как твои родители были в планах у их родителей, и у тех родителей, и у тех родителей, и еще пока Адам не появился даже на земле. Бог уже думал о тебе. Как можно думать, что Богу все равно на тебе? Прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Вот то, что я постоянно говорю. Мне очень часто предъявляют, что вот вы пытаетесь что-то истребовать Бога, заставить Бога дать вам исцеление, заставить Бога дать вам благословение. А Писание говорит по благоволению воли Его, по избранию Его, по Его суверенной воле, по Его желанию. Это Он хочет. Мне бы никогда в жизни даже не пришло в голову подумать, что Бог не просто может, Он хочет дать мне эти благословения. Кто я такой, чтобы Бог мне это давал? Что я такого сделал, чтобы Бог мне это давал? Я не могу ничем заслужить. Даже уже сегодня, будучи пастором, служителем, 12 лет в полновременном служении и те плоды, которые мы имеем, даже всеми этими вещами я не могу заслужить этого Бога. Именно поэтому апостол Павел, Дух Святой, через апостола Павла напоминает нам, что эти вещи, Божье усыновление, то есть, что мы вошли в Божью семью, это не потому, что мы заставили Бога, не потому, что мы так молились и уговорили Бога, а это по благоволению воли Его. Что? Аминь. В похвалу славы благодати своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным. Вот, опять же, сегодня уже звучала эта мысль. Да, что Бог это сделал, во-первых, мы знаем, да, потому что Он нас любит. И второй момент, что все эти вещи Он делает, проявляя в нашей жизни, чтобы Ему была слава. Очевидно. В котором мы имеем искупление кровью Его. Еще раз. В котором. Это в ком? Во Иисусе Христе. Мы, мы уже поняли, что о нас идет речь, имеем. Это какое время? Настоящее. Сейчас, ни завтра, ни на небесах, имеем прощение грехов. Мы не вымаливаем прощение грехов. Прощение грехов мы имеем, если мы во Христе Иисусе. Если ты во Христе Иисусе, если Господь Иисус Христос живет в тебе, ты принял Его как своего Господа и Спасителя, сердцем уверовал, устами исповедовал ко спасению, Дух Божий поселился внутри тебя, и Писание говорит, что теперь ты имеешь искупление грехов. Аминь. Здесь говорится о каком-то определенном количестве грехов или о всех грехах? О всех грехах. Аминь. Как хорошо у себя в церкви быть, Боже. В которой мы имеем искупление кровью Его. Прощение грехов. Ты имеешь прощение грехов. Скажи, мне прощены грехи. Слава Господу. И опять же, смотрите, как мне прощены грехи. Не чуть-чуть, не немножечко, а по богатству благодати Его. Каков размер Божьей благодати? Безразмерной. Вот таким образом Бог дал тебе прощение грехов. На основании своей по богатству благодати Его. Какую Он в преизбытке, опять же, обратите внимание, в преизбытке, даже не в избытке, а в преизбытке даровал нам, даровал это прошедшее время, опять обратите внимание, Он даровал нам, даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем. Опять же, обратите внимание, сегодня есть огромное количество групп, называющихся христианами, которые пытаются гоняться за разными тайнами. Тайна тут, тайна там, вот надо новое откровение, еще новенькое чего-то. А Писание говорит, что Он открыл тайну своей воли. Мы сегодня не угадываем Божьи желания. Я до сих пор помню, как я жил еще не понимая всех этих вещей, и я, поэтому сегодня с таким, знаете, мне жалко тех христиан, которые действительно, они живут вот в этом состоянии. Форматом, что они пытаются догадаться до воли Божьей. Ну, это же все равно, что идти, знаете, в незнакомом тебе помещении, идти в абсолютно темном помещении, не зная, куда ты идешь, а там мусор, палки и так далее. И везде можно споткнуться и убиться просто. Вот это примерно вот такое состояние. Мы не догадываемся до воли Божьей. Мы знаем волю Божью. Откуда мы знаем волю Божью? Вот оно. Давно уже написано. Все давно сказано. Просто открой, прочти, ты будешь знать его волю. Он ничего от тебя не прячет. В Ветхом Завете было не так. В Ветхом Завете они говорили, не видел того глаз, не слышал о ухо, не приходил это на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. То есть мы не знаем его. Апостол Павел цитирует нам этот стих, это Исаия 64 глава. Он цитирует это в послании к Коринфянам и говорит, а нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи. И дальше там во второй главе первого послания к Коринфянам он говорит, что нам дан был не какой-то непонятный дух, но нам был дан дух от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Аминь? Мы не догадываемся. Вот почему для Ветхого Завета было нормально в Ветхом Завете. Его пути выше наших путей в Ветхом Завете нормально. Но не для Нового Завета. Потому что сегодня Его пути это наши пути. Откуда мы это знаем? Потому что Писание говорит, Иисус есть путь истинной жизни. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иисус говорит. Соответственно, для того, чтобы прийти к Отцу, мы должны не просто знать этот путь, мы должны идти этим путем. Поэтому Его путь не должен быть посторонним путем, каким-то высшим путем. Это должен стать наш путь. Мы идем Иисусом Христом. Аминь? Аминь. Читаем дальше. Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению. Опять же, обратите внимание, по своему благоволению. Не потому что мы так захотели, или у нас такие классные молитвы были. По своему благоволению, который Он прежде положил в нем. В усмотрении полоты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками. В нем вы сделались, это уже произошло, сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей. Это не я напросился в наследники. Не ты напросился в наследники. Это Он сделал по изволению воли своей. Вот Он решил так возлюбить тебя, сделать тебя детем, чтобы ты не был больше сиротой, который бегает, убегает от дьявола постоянно. А Он сделал тебя своим. Причем Он не просто усыновил тебя, потому что я всегда говорю, что юридически, что когда ребенка, допустим, если я возьму ребенка из детского дома, то даже если я сделаю документы, я дам ему мою фамилию, я там переделываю в документах, у него будет мое отчество, допустим. То есть вот так вот не подкопаешься даже, что вот прям вот мой ребенок, но все равно в документах всегда где-то будет числиться, что я его когда-то взял из детского дома. И более того, если взять генетический анализ, оно не покажет родство. То есть по документам он будет мне сыном, по факту, то есть родства между нами не будет, потому что у нас разная генетика, и по вот этим вот генетическому ДНК-коду можно будет понять, что мы не родственники. А через жертву Иисуса Христа, Писание говорит, что кровь Иисуса Христа теперь в нас. Она омыла нас от всякого греха, и кровь его теперь в нас, и благодаря крови Иисуса Христа мы стали родными. Он не просто усыновил нас, Он сделал нас родными. Аминь. Ты родной Богу, не посторонний Богу, ты родной теперь Ему. Аминь. Это не фигура речи, когда Писание называет нас детьми Божьими. Это фактаж. Это генетический фактаж. Аминь. В нем и мы и сделали с наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить в похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины о благовествовании вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Обратите внимание, это удивительный момент. Я когда читаю эти стихи, я все время думаю, вау. Писание говорит, что Бог – самая честная или самая истинная личность во Вселенной. То есть Бог не может лгать вообще, в априори не может лгать. Аминь. Вот сиди. То есть то, что Бог говорит, это есть истина. И Бог говорит, Он дает обещание, я даю тебе все благословения, я даю тебе жизнь вечную и так далее. Я даю тебе все просто благословения. Он говорит тебе слово, но Он говорит, я понимаю, что ты можешь переживать, поэтому я не просто дам тебе мое слово, хоть оно и истинно, и нету больше истины, чем это слово. Я дам тебе своего Духа Святого в залог того, что я точно исполню свое слово. Вы представляете вообще, что это? Потому что Бог хочет доказать нам, не просто типа, ну давай сам там разбирайся, короче, я тебе сказал, а там сам разбирайся. Он дал тебе залог Духа Святого. К вопросу, почему нужно быть крещенным Духом Святым и говорить на иных языках. Каждый раз, когда ты начинаешь молиться на иных языках, ты вспоминаешь, а, Дух Святой во мне, значит, обетование Божье работает, Слово Божье работает, потому что залог при мне, залог при мне, он действует. Аминь. Почему Писание говорит, что залог будет обратно забран в момент того, когда придет Иисус Христос уже совершать суд, но нас уже здесь не будет. Как потому что, если нет залога, тогда обещание исполнено уже окончательно. Залог возвращается в момент полного исполнения обещания. А единственное обещание, которое все еще требует исполнения, это когда Иисус придет второй раз. Это единственное, что осталось еще невыполненным. Единственное. Все остальное Бог уже сделал. И все его обетования для нас, они дай аминь в Иисусе Христе. Аминь. Аминь. Благослови это, Господь благослови то. В то время, как Писание говорит, что Бог уже дал нам все это. И апостол Павел здесь молится за церковь в Эфесии. Он говорит, я молюсь, чтобы вы познали его. Не получили. Потому что если получали, то у нас его нет. А познали, значит он у нас есть, он у нас познакомится. Познали его. И просветил Отче сердце вашего. То есть, чтобы вы увидели эти вещи. Дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его. И какое богатство, славного наследия его для святых. Это что за наследие и для кого оно? Для вас. Вы же святые и праведные во Христе, да? Только что же читали. И как безмерно величие могущества его, где? В нас. Не где-то там, Писание говорит, в нас. И это же не единственное место Писания такое. И как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его. Писание говорит, что у нас это есть. То, о чем я продолжаю и продолжаю проповедовать чуть ли не каждое воскресенье. Христианам необходимо прекратить гоняться за тем, чтобы попытаться получить больше Божьей любви, больше веры от Бога, чтобы проходить какие-то вещи, больше помазания, больше Божьего благоволения. И наконец-то согласиться с истиной Божьего Слова, что Он уже дал нам это. Я понимаю, как это сложно, друзья. Я помню, как я был совершенно в другом богословии раньше, еще когда я жил в Иркуте, в том учении. Я был абсолютно в другом богословии. Я привык, что я должен всегда каяться. Каяться, каяться. Я всегда недостойный. Я всегда не в правильном положении перед Богом. Мне надо каяться. Я грешник. В самом лучшем состоянии я святой грешник. Это самое лучшее состояние. Но вообще грешник, потому что я опять что-то не так сделал, какая-то мысль не такая пришла. Все, я грешник, я нечистый. И каждую молитву ты приходишь, и ты отмываешь себя вот этих вещей. Приходишь на собрание, и вновь ты себя отмываешь, и вновь ты каешься. И каждый раз ты каешься, и каешься, и каешься. А у нас это было не раз в неделю. Мы собирались по пять-шесть раз в неделю, и каждый раз надо было покаяться, потому что я не чувствую его присутствия. Он, наверное, ушел. Я что-то сделал. Господь, прости. Не отними духа своего от нас. Какая духовная молитва, и как ее любят некоторые верующие. Песни такие поют. Только не отними духа твоего святого. Так мог молиться Давид, но так не может молиться рожденный свыше человек. Бог не может забрать свой залог, потому что он уже сказал свое слово, и он обещал. Залог придется забрать только в тот момент, когда уже исполнится слово. Это единственный момент, как можно забрать залог. Еще раз, друзья, я хочу, чтобы вы это осознали. Как я разбирался с этими вещами? То есть я читаю Библию, и я начинаю понимать. Так Писание говорит, что я являюсь святым и праведным в Иисусе Христе. Это не одно место. Если мы сейчас дочитаем до конца послание к официанам, что я очень сомневаюсь за наше воскресное служение, я, конечно, могу его сделать до вечера, но как бы, да. Там об этом сказано только в послании к официанам. Десятки раз. Десятки раз сказано только в послании к официанам. Это не только там написано. Это написано и в послании к Олосянам, и в Галатам, и в Каринфенам, в Филиппийцах. Вот мы проводили школу нового творения. Мы читали, я не знаю, сколько раз мы прочитали эти места Писания. Разные, разные, разные. Постоянно Библия об этих вещах говорит. То есть Писание говорит, что если я во Христе, то я свят и праведен. Я такой, так может, я тогда не во Христе просто. Потому что я не чувствую себя святым и праведным. Ну не складывается этот пазл. То есть вот где я, такой, фу, мерзкий, противный, святость и праведность Божья. Ну этот пазл прям, ну вообще, ну не складывается. И когда я понял авторитет Божьего Слова, что моя задача не пытаться почувствовать, моя задача согласиться с Его Словом, все стало сильно проще. Что я делал? Я открывал Слово, я его читал. И когда Слово говорит, святые и праведные в Иисусе Христе, я говорю, Господь, я себя не чувствую таковым. Я себя таковым не считаю. Но Слово Твое говорит так, поэтому я соглашаюсь с Твоим Словом, вне зависимости от моих чувствований, пониманий и так далее. Помоги мне, чтобы все мои чувствования и понимания пришли в соответствии с Твоим Словом. И чем больше я это говорил, чем больше я это исповедовал, изучал Божье Слово, тем больше я начинал осознавать, так это же действительно так. Это же говорит Слово, это же не просто какая-то книжечка, это инструкция, которую дал нам Господь, и благословение, которое дал нам Господь. И моя задача просто согласиться с этими вещами. И я понимаю, как это сложно. Я понимаю, как сложно согласиться с тем, что Писание говорит, «В нас есть сила воскресения Христа». Я как бы сказал, нет, так не чувствуешь вроде. Я помню, я когда первый раз вышел, я заставил себя наконец-то выйти на улицу для того, чтобы молиться за исцеление людей. Я помню, я тогда, я не помню, 3 или за 5 человек я тогда помолился, я помню, я прихожу домой, и я понимаю, там были уже определенные изменения, а это первый раз я вышел на улицу. Мне никто не показывал, как это делать, да и спросить было не у кого там в Рокуте. Я начал молиться, я прихожу домой, и я помню, как я такой... Ну, вроде я, я не сплю, руки те же, никакого огня, молнии нету, плаща сзади нету супергероя. Все тот же Леша из Тундры, все тот же самый. Ах, сила воскресения действует, а люди исцеляются. Почему? Потому что для того, чтобы это действовало, нам необходимо поверить его слову. Оно не будет работать автоматически, друзья. Я много раз приводил этот пример, и вы его тысячу раз слышали уже и в этом собрании, но я это скажу еще раз, друзья. Если вам пришел счет коммунальной услуги, допустим, 5 тысяч 432 рубля, допустим, у вас нету финансов для того, чтобы его оплатить, и вот прихожу я и ложу вам на стол ровно 5 тысяч 432 рубля. В этот момент ваш счет оплачен? Ну, очевидно же, нет. Потому что для того, чтобы счет оплатился, мне надо положить эти деньги. Либо на банковский счет оплатить через мобильное приложение, либо пойти куда-то, где принимают оплату коммунальных услуг, и там оплатить. А если я буду просто, вот мне положили, я такой, о, все, у меня счет оплачен. В следующем месяце мне придет двойной счет и придет пеня, потому что я не оплатил счет. И такой, ну, в смысле? У меня же есть. Что, оно не оплачивается? Потому что теперь то, что тебе дали, вот это благословение, тебе необходимо взять и употребить это для своей жизни. Как маленький ребенок, который рождается, который не может ни говорить, ни там, жевать не может, ни у него там мелкой моторика хватать еще как таковой, не может ходить, не может. Хотя весь инструментарий для того, чтобы иметь полноценную физическую жизнь, ему дан. Но он не может этого делать. Почему? Он учится. И как только он научается, он может этим пользоваться. Ноги-то у него всегда есть. Но ходить что-то начинает примерно в районе года. Целый год ребенок учится. Причем не так, что он целый год пытается встать и так далее. Он учится держать головку. Он учится, там, знаете, переворачиваться. Учится ползать. Учится сидеть. И потом пробует ходить. И очевидно, что он вот так с первого раза не получается. Потому что он пробует. А как это вообще делать? И слава Господу, что у детей как-то Бог таким образом сделал, что ни у одного ребенка никогда не возникнет мысль. Ходить, наверное, не мое. Что-то не получается. Сидеть удобнее. Что меня в коляске возят-то? Нормально, удобно. В соску встали. Все. Не надо ничего жевать, ничего. Смузи. Смузи. И все нормально. И кайф. Не надо ничего делать. Друзья, но мы же не должны быть такими. Мы же не должны быть, как Писание говорит, младенцами. Мы должны возрастать. И это та причина, друзья, почему мы очень часто так и не видим проявленных Божьих благословений в нашу жизнь. Ты приходишь в церковь, и каждое воскресенье, пастор и рода, у тебя есть благословение. Он исцелил тебя. Он дал тебе жизнь с избытком. Он дал тебе спасение. Он дал тебе силу в воскресенье Иисуса Христа, который находится внутри тебя. И ты такой, да где? Ну где, пастор? Ну сколько можно? За меня же уже молились. Что-то я не увидел изменения. Так ты веришь или не веришь, что у тебя это есть? Если я верю, что у меня это есть, я это буду делать. Друзья, если человек не верит, что он может, занимаясь, знаете, совершая там кардио-тренировки, похудеть, он не будет их делать. Наш мозг таким образом устроен, что если я не согласен, не верю, что это работает, я не буду этого делать. Давайте так. Люди, которые не верят, что человек может зарабатывать на акциях, никогда не будут деньги вкладывать в акции. Очевидно. Поэтому я сейчас себе новую карту завел, не специальную, да, ВТБшную. И так забавно, туда ты заходишь, и он тебе снизу такой, если бы вы там три месяца назад вложились вот в эти акции, там 100 тысяч рублей вложили, то вы бы уже заработали там 46 тысяч. Я такой, м-м-м. А вот, а если бы ДК бы, да, выросли бы во рту грибы, я бы взял их и съел, да, как моя мама все время говорила. Ну, вопрос заключается в том, что, то есть, можно сколько угодно за этим наблюдать. То есть я в детстве вообще, знаете, у меня было такое мышление, не могу сказать, что у меня родители его прививали, но оно где-то все время вокруг витало, что больших денег у человека, ну, не может быть. А если у него есть, значит, он либо бандит, либо он какой-то коррупционер. В общем, он что-то какие-то махинации делает. Нормальный, хороший человек, ну, не может иметь больших денег. Он обязательно какая-то тварь. В каком-то вот смысле, ну, чуть-чуть где-то тварь. Сильно большая тварь, маленькая тварь, там, знаете, скрытно. Ну, он какая-то тварь. Так это ж, ну, не так. Ну, это ж, ну, не так. И не требуется, знаете, заводы и пароходы строить для того, чтобы иметь нормальное обеспечение. Ну, так для этим же нужно пользоваться. Знаете, я говорю, о, у меня не получается по финансам. Хорошо, вопрос. Ты возрастал в финансах? Ты понимаешь, как управлять божьими финансами? Ты знаешь хотя бы десяток мест Писания, которое говорит о божественном обеспечении? С чего-то-то надо начать? Ну, вот хоть с чего-то. Тут христиане начинают обижаться. Не, ну, я же молюсь. Подождите. Вот тут самая главная проблема, в которую попало все современное христианство. Мы молимся, чтобы Господь благословил нашу работу. Или там, Господь, дай денег. Или, Господь, благослови нашу семью. В то время, как вообще-то Писание говорит, что Он уже дал все это тебе. Подожди, а если Он у меня дал, то где все это? А теперь, друг мой, тебе придется этим воспользоваться. В этом есть наша ответственность. Вот что такое завершенная работа Иисуса Христа. Когда я понимаю, что вся часть, которая зависела от Бога, на кресте была сделана за исцеление заплачено, за проклятие заплачено, за финансы заплачено, за семью заплачено, за все заплачено. И теперь моя задача узнать, это первая часть, я узнаю эти вещи. Это вы можете взять по аналогию Матфе 13 главу, где Иисус говорит притчу о сейте. Я в свое время очень много об этом в церкви проповедовал. То есть там четыре вида почвы. Да, то есть при дороге, каменистая почва, терния и хорошая земля. Четыре вида почвы. Первое, что там говорится, семя, которое упало при дороге. Вот это вот семя. Это люди, которые не понимают услышанного слова. Что нужно сделать, чтобы начать понимать? Как вы думаете? Ну, захотеть это хорошо, это уже прям, да, да. Что еще? Да, надо начать изучать. Надо начать задавать какие-то вопросы, а как это работает, а почему это работает, а будет ли это для меня работать. Ты начинаешь изучать. Ты не просто такой, я не знаю. Это, знаете, я вот очень часто сталкивался, я когда приходил, мы уже встречались тогда с моей будущей супругой, и у нее младший брат, я приходил, ему там типа 2-3 года. И он такой, вот, типа не могу найти игрушку. Я говорю, там типа, Дима, иди поищи там в той комнате, она скорее всего там. Ну, я же не знаю, где она. Ну, да, поэтому надо пойти и поискать. Ну, а как я буду искать, если я не знаю, где она? Понимаете, да? И мы, как верусь, и себя очень часто так ведем себя. Типа, ну, я же не знаю, где, поэтому и искать не буду. Так в этом и есть суть поиска, чтобы найти. Если бы ты знал, искать не надо было бы. Аминь? Тогда вот ты телефон куда-то положил дома, и ты такой, где? Телефон, где? Ты начинаешь его искать, ты же не такой, ну, куда-то делся телефон. Я же не знаю, где, поэтому искать не буду. Пусть сам придет. Да, пойду-ка, новый куплю. Это странно? Это очень странно, друзья. Тебе нужно найти, тебе нужно сделать какие-то действия. И христиане сегодня боятся действий, хотя Писание говорит, что фактически благодать – это совершение действий. Благодать – это действие на основании дара, который ты не заслужил. Мы только что вывели новое определение благодати. На основании Писания 2 главы. Мы сейчас туда пойдем и дочитаем. Что благодать – это твои действия, основанные на даре, который Бог тебе дал и который ты не заслуживал. Вот что такое настоящая благодать. Это не дела закона Ветхого Завета, когда я совершаю дела для того, чтобы получить. Типа я молюсь, чтобы Господь не дал. Я пощусь, чтобы Господь не дал. Я даю десятины, чтобы Господь не дал. Я прихожу в церковь, чтобы Господь не дал. Совершаю добрые дела, чтобы Господь не дал. А Господь уже все мне дал. Уже благословил меня всяким благословением. Сделал меня наследником. В Иисусе Христе назвал меня Детем Божьим. И теперь, исходя из того, кто я есть, я иду и совершаю действие, уже зная, что я уже обречен на успех и благословение. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю, друзья? Это потрясающие вещи. 20 стих. «Которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив, одеснуя себя на небеса, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая из тела его, наполняющего все во всем». Друзья, что такое церковь? Аминь. Это тело Иисуса Христа. Вопрос. Когда говорится, что Иисус Христос был поставлен превыше всякого начальства, власти, силы, господства, всякого имени, все было покорено под ноги его? Вопрос. Это было все сделано под голову Иисуса Христа или под всего Иисуса Христа? Вы все здесь, друзья? Еще раз. Все вещи, вот это вот то, что Иисус был поставлен превыше. Голова Иисуса была поставлена превыше или весь Иисус превыше? Весь Иисус. Написано, что Иисус это глава церкви, а церковь это что? Это его тело. А мы кто? Мы его церковь, мы его тело. То есть, если Иисус был поставлен превыше всякого начальства, власти, господства, и поставлен превыше всякого имени, и все было покорено под ноги его, то это точно так же и к вам относится. Мы же его тело, мы же его тело, и Бог покорил это все так же под наши ноги, не из-за нас, а потому что мы в нем, это только во Христе. Аминь? Поэтому нам и не надо иметь своей власти, своей божественной силы, своего помазания. Тебе не надо, у тебя Христос есть, Христос ответы на все вопросы. Аминь? Читаем дальше, вторая глава. Оживотворил со Христом. Оживотворил это какое время? Прошедшее. Он уже это сделал. Он уже оживотворил нас со Христом. Благодатью вы спасены. Опять же, спасены. Это совершенное действие. Вы не спасаетесь. Вы спасены. И воскресил с ним, и посадил. Она не от дел. Ты не можешь ее заработать. Поэтому она не от дел. Но дальше апостол Павел продолжает в 10 стихе. Ибо мы, или потому что мы, его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Ты создан на добрые дела. То есть благодать не заслужена тебе. Давайте я, может быть, еще более. Давайте так. Я никогда не мог, не могу и не смогу заслужить исцеление. Одна из частей благодати, допустим, исцеление. Я не могу это заслужить. Что бы я ни делал, как бы я ни пытался вести себя хорошо, хороших дел бы, я не могу это заслужить. Но Бог по своей любви и благодати дал мне исцеление. Вот оно. Оно дано передо мной. Теперь, так как мне дана эта благодать, то есть благодать это в принципе то, что я могу не по своим делам, не по своей воле, а по благоволению воли его в принципе претендовать на это исцеление. И не просто как я попробую выкрасть или я попробую его уговорить, а я дитё Божье, он в Пописании говорит, вывел меня из смы и ввел меня в царство своего возлюбленного сына. Теперь я также дитё Божье, и это не просто что-то постороннее, типа меня кто-то в гости позвал, и я не знаю, можно ли мне в холодильник зарезть или нет. Это теперь мой дом, и это теперь пища, данная для меня. Но от того, что пища есть в моём холодильнике, она же автоматически не оказывается у меня в желудке, правильно? Её же съесть надо, иногда приготовить надо. Поэтому теперь мне надо взять эту благодать, которой, если бы благодати не было, я бы не мог на неё претендовать. Я бы не мог претендовать на исцеление, я бы не мог претендовать на финансы, я бы не мог претендовать на то, чтобы у меня была благословлена семья, если бы не было благодати. А так как благодать была дана, теперь я могу претендовать на неё благодаря жертве Иисуса Христа, и теперь, взяв её, употребить и получить результаты Царства Божьего. Вот что такое благодать. Вот что такое настоящая благодать. Когда ты берешь ее, употребляешь, вот те результаты, которые ты не мог заслужить. Те люди, которые не со Христом, они не могут получить это. У них нет этого наследия. У них наследства этого нет. А у нас есть друзья. И это не вопрос теперь, чтобы винить Бога. Вот почему я постоянно говорю про ответственность христиан. Вот почему апостол Павел во всех своих посланиях постоянно говорит, нам нужно возрасти в Иисусе Христе не для того, чтобы нас занять чем-то. Чтобы вы не грешили, давайте мы чем-то займемся. По церквям ходить будем, молиться будем, какие-то собрания устроить, какие-то конференции, что-то выходить, евангелизировать, чтобы вас просто занять чем-то, вот пока вы тут на земле. Нет, потому что именно возрастая в Иисусе Христе, ты начинаешь осознавать, во-первых, что это возможно посредством Слова Божьего. Потому что вера, она откуда? Вера от слышания, слышание от Божьего Слова. Вот от этого. Ты слышишь Слова, и в какой-то момент, как до меня однажды, просто начинает доходить. Так это в принципе возможно. И это возможно не для Лестера Саммерла, про Тилу Осборна, Джона Лейка, Кари Блейка, Эндри Омака. Это возможно для любого верующего. А если для любого, значит для меня это возможно. Не, подожди, я что-то не чувствую себя таковым. Я начинаю читать Слово, и я начинаю говорить это Слово к себе. Исповедовать то, что мы с вами говорили в прошлый раз. Потому что слышание Слова подразумевает, что его слышишь. Я недавно поймал себя на мысли, что я всегда говорил как? Что вера от слышания, слышание от Божьего Слова. Ну типа, там Иисус говорил, а мы как бы его читаем слова. При этом я постоянно говорю, мы же должны читать Библию так, как она написана. А там не сказано. Вера от чтения, от чтения Божьего Слова. Ну не сказано аж так, правда? Я прям понедавно себя поймал на этом, а я так постоянно говорил. Я вообще максимально не прав был, потому что там написано. Вера от слышания. Ты должен слышать Слово Божье. А как ты его можешь слышать, когда ты его говоришь? Ты его говоришь, и ты начинаешь слышать. Ты же, я святой и праведный в Иисусе Христе. Потому что когда ты читаешь, ты здесь не найдешь, что я, Алексей Валерьевич Троуков, святой и праведный в Иисусе Христе. Ты там этого не найдешь. Ты там найдешь, что если ты во Христе, кто во Христе, то новое творение. Ты можешь это найти. Но ты, только ты можешь произнести. Я во Христе Иисусе, значит я новое творение, значит я наследник Божий, значит я теперь святой и праведный в Иисусе Христе. И кроме тебя вообще никто не может это произнести. Вот оказывается, как это работает, друзья. Вот почему вера от слышания, слышание от Божьего Слова. Ты говоришь это Слово, и твои уши это слышат. Ты начинаешь привыкать. Ага, оказывается, Алексей Валерьевич Троуков, это Сын Божий. Оказывается, он не какой-то там непонятный, знаете, грешник и так далее. Оказывается, он святой и праведный в Иисусе Христе. Не потому, что он такой классный, не потому, что он вот так для себя решил, а это по благоволению воли Его. По благоволению воли Божьей он дал мне благодать свою во всей полноте, в своем преизбытке, и теперь я могу этим пользоваться. И это как раз то, что Бог пытается говорить. Он говорит, не надо обвинять меня в том, что, может, исцеления еще нет в вашей жизни проявленного, финансов нет или еще что-то, потому что я вам уже все дал. Но употребили ли вы все это? Друзья, я недавно, я не помню, я говорил это здесь или не говорил, мне недавно просто пришла такая картина, что я купил ребенку очередную игрушку. Я вообще душевно слаб на эту вещь, не могу пройти мимо и не купить сыну какую-то игрушку. Я вот даже был в Ялте, и опять сыну на озоне пару игрушек заказал, думаю, ну остановись, Леша, ну не резиновая квартира, ну пожалуйста, ну не резиновая квартира. Ну да, и надо как-то еще не разбаловать ребенка в этом отношении. В общем, да, додаст мне Господь мудрости в этом. И представьте, вот я купил сыну какой-нибудь грузовичок, трактор, ему все нравится, какая-то техника такая, аграрная, трактор, экскаватор и всякие. Вот, я ему купил, представьте, и как-то вот прихожу, допустим, я работаю в офисе сейчас, прихожу, и сын просто сидит на кровати, просто сидит и все, смотрит на игрушки. А игрушки все новенькие, ничего не тронут в вас. Я говорю, сын, что ты не играешь игрушками? Ну а вдруг сломаю, вдруг у меня не получится. Послушайте, мне не нравится, когда сын ломает игрушки. Он как-то при мне, знаете, бывало, знаете, книжку смотрит такой, оторвал страничку. И ему прям, знаете, он прям какое-то удовольствие получает от этого звука разрыва страницы. Он прям сидит, ооо, он его уж вот так, прям кайф у него какой-то, страницу порвал такой. Мне не нравится, но я не ругаю сына за это. То есть я такой, сын, ну, чего ты, я ему объясняю. Но я не ругаю его, если он там книжку порвал, какую-то игрушку сломал и так далее. Но по мне, как для родителя, как для отца, было бы невероятно, ужасно, неприятно, если я покупаю сыну игрушки, делаю ему какой-то классный уголок, и по итогу эти игрушки стоят как в музее. Мы ходим, только с них пыль протираем, потому что, а вдруг я сломаю, а я не знаю, как ими играть, поэтому пусть оно лучше будет так. Я буду смотреть, говорить, папа, спасибо тебе, что ты мне все это дал. Я буду на них смотреть и любоваться на них. Да лучше возьми, поиграй и сломай, я тебе новую куплю. Я куплю тебе, сломай, я куплю тебе, но и поиграй, я тебе купил это, чтобы ты поигрался, книжки, чтобы ты почитал, чтобы ты посмотрел. Какую-то вот мы там ему коняшку этого купили, знаете, такой, как сейчас модно говорит, гештальт детский закрыл. Я помню, года в три мы ходили к соседям, прикиньте память, это, наверное, единственное воспоминание с трехлетнего возраста. Мы ходили к соседям, и у них была вот эта лошадка, знаете, которая вот эта качается. А у меня в детстве такой не было. И я что-то такой увидел, думаю, сколько она стоит. Посмотрел, она недорого стоит. Думаю, надо сыну купить. У меня супруга когда это услышал, думаю, мы куда ставить будем эту лошадку, хотя она как бы небольшая. Я пошел, купил эту лошадку, все. Вот видно такой, ого-го, все, он теперь катается на этой лошадке. Слава Господу, что она так сделана, что он опрокинуть ее не может, потому что он так на ней подпрыгивает, что я думаю, сейчас он ускачет куда-то на ней, на этой лошадке. Я думаю, да пусть даже сломает, да ничего страшного, это всего лишь игрушка. Что тут такое? Но он воспользуется тем, что я ему дал. Теми благословениями, которые Бог благословил меня, то есть финансы, чтобы у меня в принципе были. Я благословил его, у него есть игрушка. Слава Господу, это таким образом должно быть. А не так, что типа, да, спасибо, слава Господу, благодарю тебя Господь, драгоценный Бог, спасибо, пожалуй, большое спасибо, ты благословляешь меня, да, аминь, ты верен в своем слове, аминь. Пойду дальше молиться, чтобы ты давал мне больше. Но пользоваться не буду. Поэтому Писание говорит за нашу ответственность, друзья. Писание говорит за нашу ответственность, чтобы мы обновляли свой разум и чтобы мы осознали. Апостол Павел, знаете, я когда читаю первую главу послания к христианам, где он здесь молится за церковью в Эфесии, я прям чувствую вот это душевное, знаете, такое, если хотите, душевное страдание апостола Павла, он говорит, я молю, я умоляю вас, осознайте, что Господь для вас сделал. Осознайте, какой великий дар Господь дал вам, какой великой силой вы обладаете во Иисусе Христе, что способны передвигать даже горы. И вам для этого не надо идти к пастору, вам для этого не надо подниматься на гору, ехать в город Иерусалим, искать апостола Павла. Сам Христос живет в вас. Сам залог, Дух Святой живет в вас. Отец Небесный поселился внутри вас. Для того, чтобы ты всегда, в любой момент времени, мог быть в этой семье, быть в царстве и пользоваться благословениями царства. Еще раз, не потому, что ты заслужил. Нет того, кто мог бы заслужить. Их не существует, те, кто мог бы заслужить. В этом и есть благодать. Она потому и называется «незаслуженный дар». Но теперь нам необходимо быть не просто «спасибо, Бог». Хотя с этого начинается, безусловно, мы должны быть благодарными. Потому что иногда мы настолько… Где мы вчера с тобой слушали, да, где проповедник сказал, что, говорит, мы иногда настолько, знаете, уже так… О, Бог ответил на молитву? Да, здорово. Мы даже забываем иногда Богу спасибо сказать. Я себя в какой-то момент времени, особенно в отношении финансов, я помню, когда я тогда молился, там, много лет назад, и когда начали приходить, знаете, ответы на финансы, я такой, о, здорово, классно. И я прям помню, как я такой, в какой-то момент такой, подожди, ты даже Бога не поблагодарил за это. Это же не просто, о, партнеры служения, это же Господь благословляет. Типа, с чего вдруг тебя кто-то начал поддерживать, ты из других стран откуда-то еще, с чего вдруг, ты что, какой-то особенный, что ли. И я прям приучал себя каждый раз, Отец, спасибо тебе за все, что я имею. Сажусь кушать, спасибо тебе, Господь. Я имею вот эту еду, чтобы сегодня поесть. Господь, спасибо, я сегодня проснулся. Господь, спасибо, у меня есть этот телефон, чтобы позвонить моей супруге. Господь, спасибо, у меня есть эта церковь, где я могу иметь общение с братьями и сестрами, святое общение. Господь, спасибо за то, спасибо за это, за брюки, Господь, спасибо, что я их сегодня смог одеть, что я больше не хожу в единственных рваных брюках. Спасибо тебе, Господь. Я приучаю себя. И это не формальное, религиозное спасибо, Господи, вот это вот все. Я действительно от сердца всегда это делаю, напоминая и размышляю все, что я имею, от начала и до конца. Вы знаете, как мои родители шутили в отношении меня, знаете, когда я в подростковом возрасте, у меня характер был вообще, да, если бы я свыше не родился в подростковом возрасте, я бы столько начудил дел вообще, просто спасибо тебе, Господь, за то, что нашел меня. И я иногда такой, вот, это мое, там, знаете, вот с детьми бывает такое, да, это мое, там, то, приставка, еще что-то. И мне отец говорит, ну, то есть, моя классная, а хороший отец говорит, слушай, твоего в этом доме даже трусов нету, ты даже себе на трусы еще не заработал, все, что у тебя тут есть, это, ну, не твое. И в детстве меня так это обелено, ну, смотри, это же мое, мои трусы, да, моя приставка. А сегодня я счастлив сказать, что у меня моего даже трусов нету, все Божье, слава Господу, что моего ничего нету. Потому что если я начну что-то лепить, обязательно накосячу, а Бог делает хорошо и весьма хорошо. Аминь. Лучше всегда его пользоваться благословениями, всегда пользоваться его проявленным действием. Давайте быстренько посмотрим еще одно местописание, второе послание Петра, второе послание Петра, первая глава, очень быстренькая. Я буду уже, сколько, да, ну, чуть-чуть мы почитаем, будем заканчивать. Второе послание Петра, первая глава с первого стиха. Написано. Уть, уть, уть. Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Апостол Петр заявляет, и мы это много раз говорили, я повторю это еще раз. Равнодрагоценную означает одинаковую по качеству, идентичную по характеристикам. Ты имеешь такую же веру, как была у апостола Петра. Ты имеешь такую же веру, как была у апостола Павла. Почему? Да это не твоя вера. Это Божий дар. Аминь. А Бог нелицеприятен. Поэтому у тебя есть вся полнота веры. Или как здесь упоминает апостол Петр, равнодрагоценную веру со всеми святыми. По правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам доумножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как умножается благодать и мир, друзья? Как умножается? Через молитву? Через познание. Мы познаем. Друзья, давайте так. Когда в Библии употребляется слово познание, не говорится узнай информацию. В синодальном переводе не зря слово познать относится также к близости между мужчиной и женщиной. И это не значит, что когда написано «И вошел муж к жене своей и познал ее» в синодальном переводе, там не сказано, что он зашел и узнал «Голубые глаза у тебя такие классные». «Ммм, прикольно, у тебя такие классные руки, у тебя такие волосы классные». Не в этом смысле. Правда? Мы все взрослые люди понимаем. А последствия познания. Через девять месяцев плод появился. Ребенок. Познание подразумевает не просто умственное знание, но также действие. Это всегда двойная вещь. Так же, как и вера. Это осуществление ожидаемого и уверенность невидима. Это и теория, и практика. Это и знание, и действие по этому знанию. Аминь. Как от божественной силы его даровано нам. Это кому? Нам с вами. Аминь. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Тебе даровано все. Иисус благословил всем. Аминь. Уже другой апостол даже пишет, но мысль абсолютно та же самая. Но ровно нам все потребное для жизни и благочестия. Каким образом? Через познание призвавшего нас славу и благостью. Так как ты узнаешь, что у тебя есть все это потребное для жизни и благочестия? Через познание его. То есть я знаю слово, применяю слово, получается плод. Я познаю Бога, и получается плод. Плод обетований Божьих. То есть я не просто знаю теоретически. У меня классные академические знания. Я могу сказать 38 стихов об обетовании Божьих. А я их познал. То есть я знаю теоретически, применил на практике и имею плод. То есть то обетование, которое мы говорим, допустим, из столения, принесло плод. Допустим, сегодня я не болею. Плод обетования Божьего. Аминь. Которыми дарованы, опять же, прошедшее время нам великие и драгоценные обетования. Дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание. Я понимаю, что хотелось бы, не прилагая никакого старания, сядьте, расслабьтесь и получайте все благословения. Я понимаю, что нам бы хотелось, чтобы это так звучало. Мне бы так хотелось, поверьте. Но кто я такой, чтобы устанавливать правила в Царстве Божьем? Ну, я должен просто согласиться с его правилом. А если написано, что вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей, то есть вера это не просто я знаю, или о, я верю, вера это действие, вера без дел мертва, мы это прекрасно знаем. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей, добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода, без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Ты не можешь познавать обетование Господа и не получить плод. Давайте попробуем объяснить на физиологии. Не может мужчина познать, ну, муж познать свою жену и не получить плод. Потому что плода может не стать только при условии того, что у кого-то что-то не так с организмом. В любом другом случае рождается плод, рождается ребенок. То же самое и здесь. С Богом все отлично. У него все классно. С ним никаких проблем нет. Когда мы переходим ко мне, я являюсь исполнителем слова. Я могу сказать о себе, что я прилагаю к всему все старания и показываю в моей вере вот эти все перечисленные вещи. И это во мне есть и умножается. Могу ли я это сказать о себе? Если я могу это сказать о себе, Писание говорит, не может такого быть, чтобы вы остались без успеха и плода. Это невозможно. То есть это секрет стопроцентного успеха. Вот он, четко и понятно написанный. А в ком нет всего, то есть кто не прилагает к всему все старания, в ком это не умножается и не умножается, и что-то я еще забыл. А, и тот, кто не показывает это вере, то тот слеп, закрыл глаза, забыл о почищении прежних грехов своих. Удивительно, что когда некоторые люди читают это местописание, они думают, они забыли о том, что надо очищать свои грехи. Так как бы Библия никогда не говорила нам это делать. Поэтому Писание многократно говорит, что наши грехи прощены, наши грехи нам очищены. Поэтому в одном из посланий, по-моему, в послании Колоссянова написано, что мы не просто святые и праведные, мы еще и непорочные в Иисусе Христе. Вот это вообще, вот это апостол Павел там зарядил вообще. Непорочные в Иисусе Христе. Вот это точно ты сам о себе такого сказать не можешь, потому что даже сам говоришь и как бы, Леш, ты уверен? Перепроверь в Библии. Точно? Точно. Точно Библия об этом говорит. И Павел говорит, ком этого нету, если ты этого не делаешь, если в тебе этого нету, то ты слеп. Почему Павел и молится за церковь в Иисусе? Я молюсь, чтобы Бог открыл очи сердца, чтобы вы увидели, чтобы вы не были слепые котята, которые догадываются до воли Божьей. И в каждой жизни ситуации думаете, получится или не получится, проявится или не проявится. А чтобы ты знал, кто мне тут слеп, закрыл глаза, забыл о почищении прежних грехов своих. То есть забыл, что его грехи были очищены, и ему дана благодать. Он забыл. Потому что если ты это знаешь, если ты знаешь, какая жертва за тебя была заплачена, ты будешь это делать. Я говорю, в последнее время я рассуждаю вот над этим мыслью, и я буду уже заканчивать. Я рассуждаю над этой мыслью в отношении того, что Писание говорит, что Бог отдал самое дорогое, что у Него было. Он отдал Иисуса Христа. Писание говорит, единородного, то есть единственного своего Сына Он отдал за каждого из нас. Аминь? Мы это прекрасно знаем. Мы настолько часто это произносим, что как будто бы какой-то смысл потерялся у этой фразы. И я когда молился касательно этого, Бог просто показал мне пример. Он говорит, смотри, у тебя есть сын. Я не помню, я его, по-моему, тогда спать укладывал или что. Я держал сына на своих руках. И он говорит, смотри, готов ли ты сейчас отдать своего сына маньякам, педофилам, убийцам, насильникам, ворам и так далее, для того, чтобы они его мучили, истязали его, плевали в него, хаяли его всяким образом, убили его, для того, чтобы вот эти все маньяки, педофилы, убийцы и так далее, чтобы они были спасены. Я честно могу сказать, я не готов. Ни в одном человеке нету столько любви, чтобы он мог это сделать. А Бог это сделал. Суть в том, что Бог-то это сделал. Он отдал своего сына маньякам, убийцам, ворам, блудникам, наркоманам, алкоголикам, которые издевались над ним, плевали в него, хаяли и убили по итогу его, для того, чтобы вот ровно те, кто все эти с ним делали, получили спасение, получили прощение грехов. И не просто, чтобы имя их было записано на небесах, а чтобы они стали детьми божьими. Чтобы они стали наследниками божьими, сонаследниками и с Иисусом Христом. Чтобы они могли не просто называться, но и иметь возможность жить святой, праведной, непорочной жизнью. Не теологически, а по факту. Это не теология. Писание говорит, что мы способны, мы говорили с вами об этом в прошлое воскресенье, мы способны жить жизнью, проявленной в святости, в непорочности и так далее. Когда ни вот тут вот не будет греха, ни вот тут вот не будет греха, ни по факту не будет греха. И способен это сделать, но только со Христом. Вот какая это сила. Если мы начнем по-настоящему о себе думать в отношении греха, большинство людей размышляет о том, что невозможно от него избавиться. Ну, тут-тут, тут-там, тут-тут, знаете, прогневаюсь, тут-тут, знаете, кого-то, может быть, не специально обижу, еще что-то. А Писание говорит, что такая сила в тебе обитает, которая способна это сделать. Так давайте воспользуемся этой силой, друзья. Давайте не будем теми людьми, которые будут просто такие, ну, классное обетование. О, мы знаем, у нас церковь по-другому проповедует, мы уже не молимся, Господь дай. Мы уже говорим, ну, у меня есть, аллилуйя. Вопрос же не в академических знаниях, друзья. Вопрос заключается в том, чтобы они были проявлены в нашей жизни, эти обетования. За что заплатил Иисус Христос? Иисус Христос не умирал и не мучился для того, чтобы мы просто знали об этом. Иисус Христос умирал, мучим был, страдал, эстезуем для того, чтобы это было проявлено в наших жизнях. Так давайте приложим все старание, давайте совершим действие веры и увидим эти плоды, увидим эти результаты, чтобы это у нас было и умножалось, и чтобы мы не оставались без успеха плода. Чтобы мы не были просто людьми, которые забыли глаза, забыли, что нам были прощены грехи, что мы были очищены, а чтобы мы действительно знали, что Господь это сделал. Знали не информацией, чтобы мы это познали. Аминь. Познание, значит, в твоей жизни должен быть плод. Как мы с вами говорили, мой Бог исцеляет. Мой Бог спасает. Мой Бог воскрешает мертвых. Я хочу, чтобы каждый из вас мог это сказать, и не просто теологически, а сказать это в формате того, что я видел, как мой Бог исцеляет. Я видел, как мой Бог воскрешает мертвых. Я видел, как мой Бог вытаскивает абсолютно безнадежных людей вообще, на которых весь мир плюнул вообще, а Господь взял, поднял их, изменил полностью их жизнь. И сегодня они не конченые грешники какие-то, а сегодня это дети Божьи, которые с отцом, но новое творение, и никто даже узнать их не может. Мой Бог, который обеспечивает нужды. Что я даже мечтать не мог, что не просто там я когда-то вылезу из долгов, из кредитов, а я смогу других людей благословлять. Мой Бог, который благословляет. И я молюсь, чтобы каждый из нас мог это сказать, и не в 120 лет. Сильно меньше времени для этого надо, друзья. Но для этого придется приложить все усилия и старания. Да, иногда не хочется, но это есть обетование Божье. Достаточно просто исполнить. Ребенку иногда говоришь, слушай, надо собрать игрушки. Он такой, да ну, чего-то не хочется. Зато когда собираешь, так красиво. Все аккуратненько, сложно, все по поискам, красиво, так здорово. И ребенку гораздо лучше играть. Я за своим иногда замечаю, что когда он заходит в комнату, и у него все разбросано, ему играть особо не хочется. А когда он заходит, смотрит, все сложно, все аккуратненько. О, уже такой, о, и тут легко достать. О, у меня и вот это есть, все. А когда он разбросан, ты уж поймешь, что вообще в твоей жизни нет. Поэтому, друзья, давайте это сделаем. Давайте примем решение, что мы будем возрастать в Иисусе Христе. Не пастор будет возрастать, не команда пастора. Каждый из нас будет возрастать в Иисусе Христе. Потому что я ревную, возможно, больше, чем вы, чтобы в вашей жизни это было проявлено. Чтобы мы не просто говорили об этих вещах, а чтобы мы жили этими вещами каждый день. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Я хочу, чтобы вы молились вместе со мной сейчас. Драгоценный Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе за жизнь твою, за благость твою, драгоценный Господь. Мы так благодарны тебе, Господь, за все твои обетования. Да, Господь, мы четко осознаем, Господь, что мы не достойны ни одного благодеяния, ни одного благословения, даже секунды твоего времени, Господь. Но ты по своей благодати и любви благословил каждого из нас, чтобы сегодня мы имели возможность воспользоваться всеми этими благословениями во имя Иисуса Христа. И я молюсь, Господь, как когда-то молился апостол Павел, чтобы, Господь, мы наконец-то осознали, кто мы есть в Иисусе Христе. Чтобы мы наконец-то осознали, Господь, что ты сделал для каждого из нас во имя Иисуса Христа. Перестали быть теми, кто слепы, кто закрыл глаза свои, кто забыл о потещении прежних грехов своих. Но помнили, что благодаря жертве Иисуса Христа сегодня мы святы и праведны в Иисусе Христе. Сила Божья действует в наших жизнях могущественным образом, способна сдвигать горы, потому что сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, живет в нас во имя Иисуса Христа. И я молюсь, Господь, чтобы в каждом моем брате, в каждой сестре, кто сегодня здесь, кто сегодня в трансляции смотрит или в записи это будет смотреть, Господь, чтобы пришло это осознание, чтобы мы действительно приложили все старание, показали веру нашей, Господь, и увидели результаты, плоды, познания Божьего во имя Иисуса Христа. Потому что слово твое говорит, тот, кто живет таким образом, невозможно, невозможно, чтобы остался без успеха и плода. Спасибо тебе, драгоценный Господь. Мы так благодарны тебе за эту милость. Мы так благодарны тебе, любимый Отец, за то, что сегодня мы можем иметь это в нашей жизни. Спасибо тебе, любимый. Ты наш царь, Ты наше благословение, Ты все во всем, драгоценный Господь. Спасибо тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.